Магнитогорск По словам специалистов, офисы таких организаций являются частью сетей, разветвленных по всей стране. При этом каждый их клиент, по сути, заключает с кооперативом договор займа, что в будущем осложняет работу следователей в части доказательства преступного умысла учредителей таких контор. Кроме того, представители правоохранительных органов рассказали о том, что в городе активизировались фальшивомонетчики. Зафиксировано 9 случаев изъятия поддельных 500-рублевых купюр. К другим темам. ММК стремится к экологически безопасному производству. За последние пять лет затраты предприятий на эти цели составили около 7 миллиардов рублей. Средства были направлены на строительство природоохранных объектов Доминова и Аглацеха, комплексов ЛПЦ-9, 11 и 4. Защита атмосферного воздуха остается приоритетным направлением деятельности комбината. Выбросы загрязняющих веществ до последних пять лет сократились почти на 2000 тонны. Стали известны результаты ЕГЭ по литературе и географии. Только два выпускника области набрали максимальное число баллов по литературе. Выпускник гимназии Челябинска и учащийся лицея Троицка. По географии получить 100 баллов не удалось никому. Минимальный порог по литературе в этом году не смогли преодолеть 11 человек. По географии все сумели превзойти необходимый минимум. Напомним, пересдать экзамены выпускники смогут только через год. Операция «Лебедь». Десятки человек взялись помочь, по всей видимости, раненой птице, которую обнаружили в районе Южного Перехода. Это и спасатели, и ветеринары, и представители станции ЮНАТОВ. Лебеди подранки встречаются часто. От плотного оперения мелкая дробь рикошетит. Браконьер редко убьет птицу, может только ранить. Ветеринарный врач считает, что у этой птицы все же проблемы с крыльями. Иначе без пары лебедь давно бы улетел. Или его ранили, или он летел, задел за провода, чаще всего в сумерки или ночью. Ну сейчас что, если он сам плавает, если он питается, тем более привычная для него, как бы сказать, обстановка, может со временем у него кости сами по себе срастутся, и может даже он, как сказать, поправится. В последние годы количество лебедя-кликуна и шипуна значительно выросло. Они находятся оба видов Красной книги Челябинской области. Гнездятся они, и большинство встречаются в Октябрьском районе, также в Ескульском, Сосновском, Красноармейском. Лебеди оставили в покое, но местные рыбаки пообещали понаблюдать за птицей. Если до глубокой осени она не встанет на крыло, придется снова организовывать спасательную экспедицию. Прокатиться на лошади и пройти по веревке, натянутой на высоте 4 метров. В горном ущелье в разгаре первая смена. Почти тысяча детей. В этом году по посещаемости лагерь бьет все рекорды. Что тянет ребят в горы, узнавал наш корреспондент. На свежем воздухе, да еще и под баян запевать, конечно, лучше хором. Оказалось, некоторые ребята на зубок знают военные песни, произведения советских композиторов. Мои любимыми песнями являются патриотические песни. Здесь их очень большое количество, потому что в нашем лагере в этом году поднимается патриотическая тема. Мы возрождаем, как бы, как вам объяснить, пионеры, вот вожаты, вот советские лагеря. И мы очень много поем таких песен. К слову, первая смена посвящена юбилею победы и году литературы. А лейтмотивом стало произведение Гайдара, Тимура и его команда. Дружбу и взаимопомощь, о которых написано в книге, можно проверить на деле. Друга в горы тянуть не обязательно, есть веревочный городок. Адреналин. Так не очень страшно, но эмоции зашкаливают. Мне очень-то нравится, тут каждый день почти дискотеки. Потом каждый день у нас или баскетбол, или футбол, пионербол, там лапта. К слову, лапту впервые для себя открыли многие ребята. Без дела не останутся и любители животных. Миша на коне всего несколько дней, но говорит, животное уже слушается и выполняет его команды. Когда я первый раз к ней подошел, я ее кладил и сказал, не бойся, меня зовут Миша. Ребята признаются, еще не во всем успели поучаствовать. Баскетбол, футбол, рисование, хобби на любой вкус. А теперь еще появился и спортзал под открытым небом. Магнитогорский металлургический комбинат, являясь собственником данного нашего детского центра, вкладывает огромное средство в подготовку лагерей к детскому сезону. Конечно, помимо того, что корпуса у нас благоустроены, мы сделали большие хорошие ремонты в корпусах, благоустроенная территория, еще для детей приобрели очень интересную, красивую детскую спортивную площадку, которая находится, мы видим, у меня за спиной. А вообще, лето 2015 для Горного ущелья юбилейное старейшему детскому оздоровительному учреждению Урала исполнилось 60 лет. А по этому случаю организаторы обещают еще много сюрпризов. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, Вести Магнитогорск, из Обзириловского района. Пока отдыхают дети, взрослые тоже не скучают. На ММК продолжается летняя спартакиада. На футбольном поле встретились прошлогодние соперники из электростали плавильного цеха. Турнир хоть и любительский, но на поле всегда много профессионалов. С детства мечтал вратарем играть. Ну, пробовал в детстве играть в защите. Нападения я никогда не любил, только в защите. А потом что-то решил попробовать вратаря. И ничего у меня вроде как бы от жизни, дар божий, такому сказать, навыки. Играют многие хорошо. Ну, тут азар самое главное. Стремление побегать. Народ много собралось. В нашей команде только 15 человек пришло. Футболисты участка выплавки металла два года подряд становились чемпионами. А в прошлом сезоне их обошли соперники. Участок разлива. И реванш, ждать который пришлось целый год, все-таки состоялся. Но сейчас только начало сезона. А кто возьмет футбольный кубок ММК, пока можно только предполагать. Какая погода нас ждет в эти выходные, я расскажу через несколько секунд. Прощаюсь с вами. До встречи. Ночью в Фершенпенуаде плюс 9,11. Днем 22 градусов тепла. В Кизельском ночью плюс 10,12. Днем 21,23. Выше нуля. В Верхнеуральске ночью до плюс 9. Днем до 20 градусов со знаком плюс. В Новобзаково ночью 7,9 выше нуля. Днем до 19 градусов тепла. В Магнитогорске временами дождь. Ночью плюс 9,11. Днем 18,20 выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова